Теперь о Бразилии, где тоже не всё так хорошо с деньгами, там освободили чёщую главы Формулы-1. До их предполагаемых похитителей арестовали ещё несколько человек в розыске. Следователи считают, что злоумышленники воспользовались моментом, когда в дом заносили новую мебель. Ворота были открыты на протяжении долгого времени. Тут они, видимо, и проскочили. С освобождения женщины требовали 120 миллионов реалов, это почти 37 миллионов долларов. Местные СМИ утверждают, что это самый крупный выкуп в истории Бразилии. Деньги похитители просили выдать в фунтах стерлингов и обязательно разложить по четырём сумкам. Ни цента в итоге преступники не получили. Вместо этого полицейские развернули масштабную операцию, хотя сумма, пусть и рекордная для Бразилии, для самого Экл Стоуна, по сути, это сущие копейки. Его стояние оценивается в 3 миллиарда долларов глава Формулы-1, четвёртый в списке самых богатых людей Британии. А вот Апарисида Шунг, несмотря на наличие такого известного зятя, человек не публичный, даже скромный. Все эти всего низкие фотографии. Это, например, сделано пару лет назад на Гран-при Бразилии. Ну а сейчас вы увидите фотографию, где Апарисида Шунг вместе с дочерью Фабианой Флази. Она третья жена магната. До неё Экл Стоуна была модель, которая родила ему двоих дочерей. Флази от модельного бизнеса далека, но от этого не менее красивая. Она занималась маркетингом на гонках, там и закрутил роман с шефом. Ну а потом и свадьбу сыграли, всё как полагается. Кстати, Экл Стоуну уже много годков, ему 85, его нынешняя жене 39 и даже тёща, младший зятя, посмотрите, ей 67. Ну а если говорить о географии, то Сан-Паулу, где всё случилось и где тёщу Экл Стоуну украли собственного дома, считается мировой столицей похищений. Конечно, в кавычках, но от этого смысл не меняется. Был период, когда там люди пропадали каждые 27 часов, то есть практически по человеку в сутки крали. В полиции города даже пришлось создать специальное подразделение, которое занимается похищениями, а преступники действуют всё более и более изощрённо. Теперь часто не ждут, пока родственники заплатят выкуп, а просто сразу привозят жертву к банкомату и требуют снять деньги, а после отпускают в лучшем случае. Продолжение следует...